В какой стране уже более 600 лет никак не может упасть Пизанская башня? Ты знаешь? Я не знаю. А вы где познакомились? На Кубе. Ой, серьезно? Да. Да. Это вы вообще были на Кубе? Да. Здравствуйте. У вас есть время и желание поучаствовать в нашей передаче? Я на Кубе. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Ширяев. Сто лет мы не виделись, потому что я был на симпозиуме в области республики Стан. И, наконец-то, я приехал, выздоровел, болел всякими вирусами, производительствующими вакцинационными... Но все в порядке. Я живой-здоровый, с шикарной дикцией. И мы сейчас начнем снимать... У меня микрофон новый. Да, купил новый микрофон. Шоу «Вопросы за бабоса». Надеюсь, все классно. Здравствуйте, ребята. Выручьте, пожалуйста. Век воли не видать. Поучаствуйте в моей передаче. Какой? Стою уже здесь два дня. Представляете, проходите мимо. Говорю, ребят, ну кто-нибудь, хоть кто-нибудь. Нет. Никто не хочет. Вы можете викторину задавать. Да, будет викторина. Но очень серьезная и очень жизнерадостная. Давайте встанем вот так, чтобы эта камера прямо на нас смотрела. У меня новый микрофон. Здравствуйте. Добрый вечер. Первый раз юзаю его, ребята. Первый раз в жизни. Меня зовут Жека. Как вас? Меня Мария. Меня Сережа. Ребят, посмотрите, пожалуйста. Здесь я посмотрю нормально, в кадре вы смотритесь. Четко. Так, что я хотел вообще? Не знаю какую-то викторину. А, викторину. А вы отсюда? Я нет. Я, да. Откуда? С Новосибирска. Я так и думал. Почему? По глазам. По глазам, по глазам. А я спрашивал, как вас зовут? Да. Да? Да. Ну и как там? Мария. Сережа. Так, викторина, да. Сейчас я задаю вам пять вопросов. Вы на них отвечаете, я вам заплачу тысячу рублей. А если не ответим? Так непривычно. Так непривычно. Очень. Вот потрогаю его. Он легкий. Легкий микрофон. Да? Я буду этого тяжелый. Не похоже. Смотри. Хай! Все верю. Профессионали. А еще у меня новый чехол в айфоне. Обидно, что не новый айфон, конечно, но... Хотел розовый, прикинь? Ну, пошли все в жопу. Пускай будет у меня розовый чехол. Но увидел эту прелесть. Хаки-маки-муки. Не смог с собой ничего поделать. Первый вопрос. Из чего состоит горб у верблюда? Из жира. Маша? Да. Чувствуешь, да, какая память? Серега, из жира. Серега? Серега, ты вот здесь? В какой стране уже более 600 лет никак не может упасть Пизанская башня? Италия. Италия. Третий вопрос. Назовите имя английского ученого-натуралиста, рассказавшего миру о происхождении видов? Дарвин. Дарвин. Да, мне тоже кажется, да. Мне тоже так кажется. Четвертый вопрос. Если ночь закрыла дверцу, в небо на засов, отыщи в свободном сердце пару парусов. И у берега земного, на краю любви, ты скажи ему два слова. Без комментариев. Лодочка плыви, в небесах, где тихо тает вечер над рекой. Я не знаю эту песню. Нам порою не хватает лодочки. Такой, чтоб уплыло сердце снова в небо от любви. Ты скажи ему два слова. Лодочка плыви, лодочка плыви, ты не надо слов. Хрен его знает. А, Игорь Саруханов. Не знаю такого. А знаете, а мне нравится эта песня, поэтому мы зачитываем этот вопрос. Сейчас будет аплодисменты. Последний вопрос. Ответив на него, вы победителя. Чего-то ты, Серега, не веселый какой-то. Я задумчивый просто всегда. Как называется театральный светильник? Почему я все время тебе сажу вот так вот делаю? Сереге? Потому что я ближе. Да. Ты стоишь на сцене, и на тебя моргают софиты. 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 Вы победители. Спонсор нашей сегодняшней передачи. Прекрасная девушка, которая смотрит всю эту шелупень. Находится хрен знает где. Это все для нее было? Она специально для вас прислала денег, чтобы я людям раздавал эти бабосы. Представляешься, у нее есть какой-то бизнес. Инстаграм. Вот вы в инстаграме ее увидите. Хорошая девчонка. Просто от души, вот ради Сереги, ради Маши, ради то, что вы любите смотреть все вот это. Сюда можно на ручку. А, вот это инстаграм есть прямо. Посмотрите на него. Она какой-то розыгрыш сделает. Какой-то там сделает. А там косметика. Корейская хорошая косметика. И, в общем, подпишитесь, поучаствуйте в розыгрыше. Поддержите девчульку. Вон, смотри. Корейская косметика. Заботы о тебе. Низкие цены. Все в наличии. Это я скриншот сделал. А кого-то напишет. Здравствуйте. Можно сказать, что по вашему промокоду будет действовать скидка 10% в течение месяца. В течение месяца всего лишь. Напишите, пожалуйста, как в следующий раз. Ага. Это косметика для... Ля-ля-ля. Ладно, что-то я разошелся. Бери микрофон. Передавай кому-нибудь привет. Передаю привет моему брату Никите. Никита, привет. Привет моему другу Максимке Апсерышу. Но, в принципе, и все на этом. Еще на двоих разлохматиться. А вы пара? Нет. Нет? Нет. Друзья. Хотелось бы? Да я вот замуж вышла. А, да? Понятно. Обломчик и вы еще на небольшой. Так. А-а-а! Надеюсь, он не сшибет мою камеру. Ребята, здравствуйте. Поучаствуйте в моей веселой передаче. Другой раз. Другой раз. Боюсь, другого раза уже не будет. Парень. Итак, мы продолжаем наше с вами, как непривычно, с новым микрофоном. Ребята, вы себе даже не представляете. Я хотел бы, чтобы вы все дружно перешли в описание и подписались на нашу спонсоршу Яну, которая чудесным образом сделала все так, что сегодня горит ляшка, горит сисяшка, в которой лежат бабосы, которые будут заплачены сегодня. Здравствуйте, ребята. Привет. Давайте полялякаем немного. Чего вы? Куда вы бежите? Выходим к морю. К морю. Успеется. Давайте через меня, а потом сразу же на море. Пять минут. Вы не пожалеете. Валя наоборот на пути. Что, что, что? А об истории спрашивать не будет. Эрмитаж зовут. А, это Эрмитаж? Да. Как зовут? Евгений. Серьезно? А меня зовут Евгений. Очень приятно. Рука-то в крови. Это кот. Как будто на зло ездит. Ну, ничего страшного. Сейчас я задаю пять вопросов. Если Евгений отвечает на них правильно, то Евгений платит Евгению пять. Ой, вот пять. Что-то я разошелся, да, немножко? Лысого. Тысяча рублей. Ты мне платишь пять тысяч рублей? За что? Я же сказал тысяча. А пятерка лысого. Ну, хорошо. Евгений, Евгений. Санкт-Питерской. Кронштадтской. Да ты что? Да. Всю жизнь там? Да. С Рождества Христова? Нет. Нет? С рождения. Ааа. Как называется горячее вино, прокипяченное с орехами и пряностями? Глентвейн? Ай-яй! Как называется совокупность настоящих и бутафорских предметов для театральных постановок? Ты знаешь? Я не знаю. Не знаю. Нужна помощь Евгения? Конечно. Ну, театральные постановки. Чего они пользуют? Пистолет это что у нее? Не настоящий это пистолет. Бутафор. А что это? Ой, слушай, вылетело с головы слово. Сейчас залетит. Все эти хреновины, которые используют, они, естественно, бутафория. И театральные рожи называют это, а подай мне мой, как говорится, визит, как говорится, к человеку. Реквизит? Реквизит. Все правильно? Все правильно. Ты что, ты услышал слово визит? Прости за... Я что-то растерливался. Я же первый раз возле микрофона. Понимаешь, конечно. Возле этого микрофона я сам первый раз. Новинка. Проводов ничего нету вообще. А я фикарон на спуле? Да? Казалось. Почетное обращение к выдающимся музыкантам. Почетное обращение к выдающимся музыкантам. Ты по-кумекой. Слушай, слушай. Сейчас ты на два дуны. О, к нам приедет сам. Маэстро? Маэстро? Господи, откуда у вас в Кронштадте? Такие умные люди доберутся. Покроется небо пылинками звезд и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо. Мы эхо. Мы долгое эхо друг друга. Я не знаю, серьезно. Я не помню. Я, честно говоря, знаю эту песню, но я не знаю, кто ее поет. Да не надо знать. Давай споем ее просто. Мы эхо. Мы эхо. Продолжай. Мы долгое эхо друг друга. Мы эхо. Мы эхо. Мы долгое эхо друг друга. Ну, какой же ты молодец, Евгений. Я старался. Итак, пятый вопрос. Сука. Неписанный закон правила поведения в жизни. Что, что? Неписанный закон правила поведения. Неписанный закон. Я не знаю. А, ну, короче, типа. Порядочность какая-либо. Не-не-не. Все гораздо проще. Правила чего надо соблюдать за столом. Поведение. Правила этикета, да. Этикета? Все, победа. Победа. Ну, летим. Куда летим? А как же подарок? Ой, оставь себе. Вобедим копию. Подожди. Во-первых, у нас есть спонсор. Прекрасная девушка. Молоденькая. Хорошая. Смотрит нас. Почти в другом мире. Надо сделать рекламу. Понимаешь? А у нее этот, инстаграм. А там косметика корейская. Отлично. Представляешь? Отлично. Представляешь? Вот Женька будет с Кронштадта. Дай ему тысячонку. Ну, и про мою эту страничку черканешь немножко. Все в описании будет. Хорошая девчонка сделает конкурс для вас. Понимаете? Подпишитесь. Просто в душу толкните. Вот этот вот комментарий какой-нибудь ей. Там лайк этот поганый, блин. Так что давай тысячонку-то. От Янки-то возьмешь. Возьму. Все, ты пока что-нибудь передавай привет ко мне. Я в косу. Всем привет, ребята. Желаю вам хорошего дня и настроения. Держи. Ты фокус? Подожди, ты, подожди. С микрофончиком. Держи. Ты серьезно? Да. Да, ставьте. Надо брошу. Ну, давай. Спасибо. Да не за что. Все, Жень. Спасибо тебе, блин, большое. Оттыкай. Давай. Еще, еще, подальше, еще, подальше. Еще немножко. Вообще четко. Вообще четко. Что вы хотите, чтобы я еще с вас деньги брал? Ну, уточнить просто. Деньги я с вас брать не буду. Буду давать вам деньги, но не свои. Потому что спонсор сегодняшней передачи кто? Понятие. Тинькофф банка. Ильяна, девушка-кудесница из Амурской области. Где это? Это в России. Это хрен знает где. Дальний Восток. Смотрит. Это ерундень, понимаете? Люди смотрят. У вас сейчас миллиарды человек. Господи, мне показалось, камера упала. Чуть сердце. Давайте знакомиться. Я Жека. Павел. Меня зовут Илья. Я перекрою, у тебя хорошо сейчас? Анжелика. Анжелика? Анастасия. Так, что там? Вопросы, да, надо задавать? Сейчас, сейчас зададим. Сейчас все будет, ребята. Так, секундочку. Подготовочка небольшая нужна. Вопрос номер один. Отвечайте всей своей вот этой вот шайкой. Как называется жаровня для приготовления шашлыка? Мангал. Мангал. Мангал, да? Серьезно так думаете? Жаровно. Слушай, в натуре мангал, да. Мангал, да. Второй вопрос. Как называется специальное помещение, откуда ведется телевизионная передача? Какая-нибудь студия. Студия. Останкино. Какая-нибудь студия. Я не знаю. Какая-нибудь студия. Все верно. Третий вопрос. Как называется партнер по танцам? Как партнер? Партнер как? Партнер. Наверное, партнер, конечно. Так и называется. Давайте подумаем по-другому. Как по-другому партнера по танцам можно назвать? Приглашаем на танец. Выходит кто? Кавалер. Дама. И дама. Какой-то умный человек. Итак, аплодисменты самому умному человеку среди вашей. А веселой компашке. А вы куда намылились? Мы просто гуляем. Показываем девочкам Питер. Они из Москвы. А вы питерские пацаны. К вам в гости приехали девчонки, да? На выходные? Да. Куда потом тусим муси вечером? Ну, есть местечки. В Новую Голландию. А что там, Дентин какой-то? А, там же это... Нет, там чисто посмотреть, покататься на коньках, а потом куда-нибудь еще. А пляски-то где? Пляски где? Санта-Барбара. Санта-Барбару. Санта-Барбару? Ну, это же так все местечко. Все есть получше. Я просто уже не ходок, уже как лет 10. Но Санта-Барбара... Ну, давай. Ну, там разные же есть эти танцполы. Да, да, да. Там дип-хаус. Караоко. Караоко. О! Нет, я не буду говорить, что я все готов простить. И обид не помню я. Но ты же знаешь все равно, что в душе моей темно, если рядом нет тебя. Ночь. Ожидание холод. Боль. Снова я расколот. Я ничего не вижу, сам себя я ненавижу вновь. Слезы ниоткуда в кровь. Я кусаю губы. Все, что мне сегодня надо, просто быть с тобою рядом. Ночь. Что за странная свобода? От заката до восхода. Ждать тебя, надеясь, вновь. О-о-о-о-о, день. Я прошу, тебя не надо. От восхода до заката. Говорить мне про любовь. Слава богу, все включено. Финальный вопрос. А вы где познакомились? На Кубе. Ой, серьезно? Да. Молодец. Это вы что, были на Кубе? Да. Новый год там отмечали. Да? Вы вдвоем поехали? На Кубу, да. И вы вдвоем поехали, да? Мы, кстати, в Новый год прям познакомились. Офигеть. Прям в Куранте? Ну, в Куринске. Почти, да. Какая романтика, ребята. Как называется очень ходкая книга, изданная большим тиражом? Бля, я не знаю. Это называется бестселлер. Да ты красава. Аплодисменты. Все, кто нас смотрит, я передаю вам огромнейший привет. Мы вас всех любим. Желаем вам всего самого наилучшего. Кто за старший? Давайте. Передаете привет? Да. Так, я передаю привет из серого Питера. А куда? Куда хочешь. Во все точки мира. Нас увидят миллионы, блин, где мы известный канал. Плава, плава, плава. Я не знаю, кому передать. Ну, я всем своим любимкам передам привет. Блин, я не везу. Походу, все. Итак, мы заканчиваем съемку этой передачи. Здесь у меня очень много перчаток. У меня еще есть вот такие варежки. Я обычно сверху одеваю. Это мне связала Лариса. Лариса прекрасная женщина, которая смотрит видосы. Видосы, где задается людям вопросы и платится бабоса. На этой ноте я заканчиваю видос. Подписывайтесь. В описании на корейскую косметику нашего сегодняшнего спонсора. Чудесной девушки Яны. На всякой пожарной, скажем слово, Ане. Потом подсмотрим и, если что, смонтируем. По прекрасной традиции, хотелось бы, конечно, сказать... Спасибо вам всем большое за то, что вы сосуществуете на этой... Небольшой, уютный, компактный и... Круглый... Может быть, и не круглый планете. В комментариях пишите все, что угодно. А если не знамо, что написать, напишите слово АКСИЛИМОН. АКСИЛИМОН. Ерунда. Почему? Почему в голову всегда лезет такая ерунда? Какой АКСИЛИМОН? Слово... Кулек. Слово кулечек. Кулечек или комочек. Камой... Маленький комочек. Маленький комочек. Просто слово КОМОЧЕК напишите, и все. Безмаленький. Все. О, смотрите, лошадь, лошадь. Лошадь, лошадь, лошадь. Вон, лошадь. Сзади меня лошадь. Видели? Вон, скачет лошадь. Вон, да. Да, здесь у нас лошади скачут. Только так вот скачет лошадь. Все, отключаемся. Субтитры создавал DimaTorzok